горит зеленая с аккумулятором тут все нормально ну вот все нормально 12 вольт нажимаем кнопочку нагрузку и все пропадает то есть аккумулятор замкнутый но показывает это у меня аккумулятор с санька с рабочего мтз он почему-то у меня 10 года выпуска хотя трактор выпуска тоже 13 14 сейчас чтобы не собрать вам пойдем посмотрим в общем 13-го года трактора 10 но бог с ним тоже отходили немало получается аккумулятор и он достал тут ничего нету мажу смазкой силиконовой для этих для прокладок можно графитовой смазкой мазать графит тоже электричество лучше пропускает так что имейте ввиду так что снял это он у меня стоял вплотную я привез от саши тарасова вчера зарядное подзарядил маленько но он у меня не включать чик 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 даже рлюшка не срабатывает под нагрузкой проверил один аккумулятор дохлый я тогда тут взял вот эту штуковину напрямую замкнул завел трактор завелся нормально минус 9 было отъехал на одном аккумуляторе прогрел его весь мотор вот в снегу был оттаял где-ка вот ведь еще не ставил сверху тоже не оттаяла накрывал этим одеялом все равно так вот вопрос почему трактор 13 года аккумуляторы 10 один вопрос но самое главное же вопрос горит зеленым а нагрузку не держит сейчас и другой эксперимент я думал что у меня вот этот сдох аккумулятор то есть у меня два вот этих сереньких вот этих стояли на мтз вот 1000 ампер пусковой ток у них вот плюс сюда так заметим что зеленый тут не горит здесь 12 вольт нагрузка даем он держит нагрузку да нагрузка держит вопрос проверяем аккумуляторы будет нам хорошо решил короче проверил я из погрузчика один оставил аккумулятор из мтз тоже один аккумулятор оставил который еще дышит на всякий случай если что-то зимой вдруг машинку зависит что-то это оставлю пригодятся так это я объяснил а вот эти два которые уже не дышит с да мне надо будет первую очередь взять на погрузчик вот такие аккумуляторы чтобы выгнать первую очередь погрузчик это одно дело почему стоят вот эти аккумуляторы эти аккумуляторы они снял с пионерчика раз пионерчик мне зиму не нужен будет поставил я его уже на колодочки на постамент кто-то горел блин правда что не постамент на козелки поставил вот они козелки стоят спереди козелки у меня вот такие суперовский две чурочки ставил посередке но загинает сильно и вот эти все резинки сминает не хочется чтобы они потрескались ставил на пружины под пружины тоже здесь у меня колеса подвешенные так это я объяснил а почему я снял эти аккумуляторы с пионерчика теперь поставлю вот эти чтобы не покупать не тратить деньги зря вот эти аккумуляторы я поставлю на рабочий пионерчик на санька трактор но вылазит одна загвозочка убираем аккумулятор от погрузчика подвигаем от рабочего трактора и опана у меня получается минус минус плюс плюс в другой стороне и когда ставишь туда на место то бишь развернуть массы близко не хватает провода чтобы массу тянуть на на минус то бишь буду ставить как есть и буду провода исправлять потому что здесь очень близко металл и когда один провод заходит и он очень жесткий его начинаешь гнуть и и оплетка начинает лопаться тоже не хочется хочется чтобы старый изгиб на морозе остался да вот придется все равно ставить их ну-ка ты изгибаться тут на мтз они подсоединены пороле параллельно 12 вольтовый получается пусковой ток 1000 ампер и зимой он заводится вообще в любой мороз по фигу ему так на погрузчики 12 вольт и он ставит последовательность поэтому один выходит из строя 2 уже все чик 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 и все не заводится этот если выходит из строя то он его можно еще завести напрямую то есть на одном аккумуляторе он может еще как бы работать поэтому я вчера завел но в мороз я уже естественно и не смогу завести на одном аккумулятор сильный мороз будет 20 там 35 градусов я его не смогу конечно завести ну и хочется чтоб с ключа то есть там релюшка не срабатывает них хватает пускового тока релюшка не срабатывает и ключ даже релюшка не тикает обычно если аккумулятор садится там чувствуешь да и еще уже понимаешь а тут вообще включаешь он даже релюшка не это вот на этих аккумуляторах не стала работать я естественно замкнул напрямую завел но этого делать нельзя но чтобы завести дом дома доехать то я думаю всем можно надеюсь понятно объяснил так друзья вот так у меня получилось немножко коряво потому что здесь были клево здесь было удобней здесь пришлось он еще твердые эти вот этот вообще жесткий но эти вот не смог надеть хотел накрыть как положено но не получилось бог с ним будет так так закрываем тут у нас болтики это сейчас прикручиваем все собираем ненужные ключики чтобы здесь не валялись так как он здесь каркас безопасности выглядит так вроде 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 все ключи убираем чтобы они нам не мешались так на градусники у нас чего тут 7 градусов до но в машине осмотрел 10 там градусов минус 10 но она у бог с ним разберемся потом пока не нужна так ну пошли вчера я так сюда на место так пока оставим столик не мешать так масса масса ключ ключ видите то есть от аккумулятора это не зависит так надо будет искать надо будет искать так приехали он друзья мне пойду поговорю не дадут мне нормально поработать ну чё друзья в общем такая история я же не успокоюсь же минус 9 этаж для меня сейчас покажу вам как угонять надо трактора главное чтоб не сгорел вот этот прутик что-то слетает снизу не видно там руку 2 надо но видите без подогрева спокойно завелся минус 9 кто-то говорил там минус 5 его не заведет в общем вот такое друзья секрет друзья привет всем доброе утро второй день вчера полдня пока саши увез зарядное пока туда-сюда пока съездил где найти аккумуляторы в общем сегодня второй день занимаюсь установкой так сказать аккумуляторов на погрузчик съездил нашел самые где подешевле где скидку сделают взял один тюменский 95 ампер час и тюменские батареи так сделали мне тут скидку получается аккумулятор тюмень стоит восемьсот пятнадцать восемь тысяч сто пятьдесят рублей этот синий ну с учетом скидку мне сделали 405 рублей 1000 это было аккумулятор забрали у старый соответственно где он тут второй аккумулятор команды in казахстан 7990 рублей 378 рублей скидка и тысячу тоже забрали аккумулятор в общем поскольку сейчас объясню ситуацию почему взял разные аккумуляторы и хочу проэкспериментировать поскольку плюсовой аккумулятор стоит поскольку на плюсовом проводе его быстрее вытягивает я решил проэкспериментировать я брал аккумуляторы но вот этот стоял у меня одинаковых я их каждый год менял местами плюсовой вытягивает быстрее который аккумулятор стоит на плюсе его почему-то вытягивает я их меняю местами и опять как бы работает нормально в общем даже если может быть у кого-то уже ключик не тянет берете тоже аккумуляторы меняете местами и можете еще с полгода поездить вот я решил вроде как бы с этим так же сделать но поставить тысячник ближе к плюсу ой тысячник 100 ампер час и проэкспериментировать но будет ли заряжать генератор больше емкости чем меньше емкости вот тут вопрос поскольку я не электрик это вопрос вот к вам подписчики может быть что-то подскажете вот как будет зарядка и вообще берут я думаю хотел я восьмидесятые брать но они дорого стоят от десяти тысяч и туда аж выше ценник идет 12-15 тысяч за аккумулятор но хочется вроде как проэкспериментировать взять вроде как бы и недорогой но посмотрим как это все будет выглядеть взял еще зажимы поскольку есть у меня вот такой уже заколебался вот этими проводами когда наматывать сейчас сделаю все культурно стоит дорого который мощный хотел взять там прям стоит 350 рублей вот так комплектик но два комплекта это 700 рублей дороговато решила такие по 140 она надала девушка в общем чтобы у меня были прикуривать поскольку я оставил аккумуляторы у меня и чуть живые ну на прикуривание куда-нибудь они я думаю пойдут может быть куда-то использовать еще буду то есть пока пусть стоят пока живые вроде бы так более-менее так ну все в общем сейчас делаю провода прикуривательные ставлю аккумуляторы на погрузчик ну и все у меня должен погрузчик ожить но холодно сегодня на улице пойду буду здесь в гараже все делать на градусники сегодня у нас минус где тут минус 14 но на улице соответственно где-то минус 20 19 20 в общем все пошел я делать да в гараже тоже не сильно то и тепло сейчас разожгу печку тогда чтобы было повеселее работать и я вот брал все с ручками вот такими чтобы можно было чук хотя бы брать а то я и сюда вот так ставить те аккумуляторы еле вытащил вот с этой коробочки довольно неудобно в общем сейчас топлю печку и занимаюсь проводами аккумуляторами и подсоединением так все поставил побрызгал побрызгал силиконовой смазочкой чтобы не окислялись у меня это у меня 12 вольтовый обогреватель фен кстати он у меня он у меня выдавал ошибку 13 не знаю для чего он вот смотрите все ошибок не выдает r12 работало никаких ошибок вот видите что значит хорошие аккумуляторы то есть сразу то было все прекрасно загорелась сейчас мы печку прогоним сначала потом я пробую сразу завести то есть слабый аккумулятор зажигания включаешь он так 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 т и так это так как знаете эти юмор то есть и от этого получается аккумулятор не может с места сдвинуть рук аккумулятор стартер не может с места сдвинуть двигатель соответственно он остаточную энергию берет на себя и работает как обогреватель уже то есть он греется и может обмотки сгореть так что лучше не тянуть с этим так сказать плохими аккумуляторами поставить как я в данном случае но игру еще раз буду эксперимент вот я поставить плюсовой идет сюда здесь на 100 ампер час здесь 95 ампер час но я те на 80 я их периодически менял раз в год потому что высасывает всегда с плюсовой клевмы аккумулятор в первую очередь так что вот как то так будет эксперимент такой печка вроде керосинка до заработала он никаких проблем сейчас он разгонит ее этот работает клапан слышите до тикает сейчас загорела запалила вернее где дым пройдет посмотрим дальше о дым сколько нормально пускай его сейчас вытянет быстро тут так уже уже радует когда новая так она все конечно радует она сейчас немножко здесь так воздух уже тепленький его поперла сейчас будет горячий в гараже вообще быстро нагревать сказать работает он у меня труба сделал такой вот и она у меня когда завожу отработавшие газы от погрузчика уходят на улицу а вот этот вентилятор он по всему гаражу проветривает и вообще быстро нагревается здесь в гараже но вот первое тут у меня видите просто сделано открыто открыто а там он сейчас покажу как я сделал просто прорезь сделал и на ноги получается у меня тепло идет а тут печка на еле тепленькая вот она она захватывает отсюда тепло добавляют и просто на стекла разгоняет и стекла не запотевают а основная то вот это вот фены работы ух как зашумел видите на новых аккумуляторах ну что все дым прошел сейчас немножко поработает попробую завести кстати этот фен он двигатель не обогревает он только греет кабину просто его запустить чтобы ошибок посмотреть есть нету я эксперимента сейчас все вот эти крышечки сюда под провода накрою и все нашел лишние какие-то детальки я массу разбирал видимо вот от этих попадали там на низ и я другие поставил уже эти как всегда вот сюда у меня об то есть есть откуда потом найти и взять так сейчас я печку еще подкинул хотя уже и не надо уже тепло тут почти что в общем все заработало друзья и носовой я уже рот такое сделал сейчас покажу как внутри забыл показать внутри я просверлил потому что эти щупленькие и вот этот вот тут щупальцы вот эти которые зажимают здесь они вот я их пальчиками раз раз позади на ну плохо держит закрепил еще сильнее изолентой и вот это сейчас такой-то термоусадкой почему здесь внутри он эти нашел такой уж как шайба скоба такая все получилось плюсовой красный минусовой черный у меня есть еще синяя термоусадка вот такая может быть еще сюда какой-нибудь на тянув на минусовой синяя термоусадка вот получилось красиво но щепчики конечно не варнецкий но я думаю пойдут крайней мере сколько он стоит метровый или полтора метра метр двадцать может быть сами посмотрите цену сколько а тут я чуть потолще взял три метра сделал а минусовой но он его необязательно его нужно и два метра хватит так что вот как то так а мы еще я вам хотел так печка я пока занимался этим так сказать прикуривателем так сказать прикуривателем печка у меня уже бросил на нее некогда было мазарт войду когда не охота и так сказать пить тут у меня все видите от мороза все полопалось но я думаю пока мне ну тут держится приклею силикон какой-нибудь там у меня есть с нержавейки металл и потом вот сюда вот вырежу либо смотрел крышечки такие они продаются вот вместе вот со всей стойкой поменяю потому что вот эти вот давят вот который приборы держит с той стороны и и она вот сама по себе высохла везде он ведь где-то тут у меня тоже уже вот ведь треснула в общем пластик не очень китайский ну во всяком случае держится держится пока так холодный и сразу замолся он заряд 27 вольт холодный и сам себе газов нету газов нету на улицу стекло к тому протер еще и все как то так всем удачки всем пока провода уберу эксперимент не знаю забуду заснять через год или нет с аккумуляторами проверим все погрузчик готов к эксплуатации так сказать всем удачки всем пока печку тушу и все отдыхаю на сегодня